На моём канале уже есть подобное видео о том, как добавить в игру BMG Drive Дождь и ещё вдобавок сделать эффект мокрой дороги. Но в том видео был абсолютно другой и более замудрённый способ. Там я с помощью мода, который добавляет в игру наводнение, настроил эффект дождя. Кстати, если хотите узнать больше про мод на наводнение, смотрите подробное видео, клика на подсказку. А с помощью ещё одного мода добавил эффект скользкой дороги. Опять же, если кому-то интересно, более подробно в описании оставлю ссылки на видео. Смотрите, повторяйте за мной и у вас всё получится. Уже в то время я говорил о том, что существует и более простой способ, и у своих зрителей я попросил мне помочь. Ну и как вы поняли, благодаря вам появилось это видео, в котором я расскажу о более простом способе. А именно, как добавить дождь и скользкую дорогу. Всё очень просто, существуют сразу готовые карты, на которых уже будет дождь, скользкая дорога, а самое главное это эффект от дождя, которого не хватало в прошлом видео. Мне удалось найти две таких карты, вы видите их на своём экране. Название этих карт вы можете найти в правом верхнем углу. К сожалению, ссылки на них я оставить не могу, но они находятся в открытом доступе. Главное немного порыться и у вас всё получится. А перед началом я бы хотел показать самый лёгкий способ добавления дождя на абсолютно любую карту. Для этого вам ничего не придётся скачивать. Прогружаем любую официальную карту в бимки. Спустя небольшой загрузки мы появляемся на самой обычной карте. Теперь мы нажимаем на F11. После того, как у вас прогрузился редактор мира, вы ищите вот этот вот плюсик. Нажимаете на него и уже ищите вот таких вот три капельки. Нажимаете на эти три капельки и теперь вы можете разместить их на своей карте. Главное запомните то место, где вы их оставили. Допустим, я их ставлю здесь и смотрите-ка, хоп, и у нас уже появился вот таким вот лёгким способом эффект дождя. Далее вы нажимаете на F11 и просто выходите из этого редактора. Ну а сам эффект дождя, как вы можете заметить, остался. И теперь вы можете просто кататься по городу с таким вот эффектом дождя. Как только он вам надоест, вы можете таким же способом его и убрать. Нажимаете на F11 и ищите на карте ту самую капельку, которую вы добавили. Как я говорил уже ранее, главное запомнить то место, где вы её оставили. Вы просто на неё нажимаете, нажимаете на Delete и всё, эффект дождя у вас пропал. И вы просто нажимаете на F11, закрываете этот редактор и можете просто кататься по карте уже без этого эффекта. Ну и вот такой вот самый лёгкий способ без скачивания каких-то дополнительных модов. Вы просто вот таким вот способом добавляете эффект дождя, катаетесь по карте и просто кайфуете. Ну а теперь давайте-ка перейдём к обзору тех самых карт, которые я показал в самом начале. Прогружаем самую первую. Спустя небольшое время загрузки я появился на карте. И как вы можете заметить, на этой карте есть очень хорошая особенность. В ней присутствует меню с настройками. А именно как раз таки в первом столбике вы можете изменить время ваших суток. Второй столбик как раз таки отвечает за вашу погоду. Ну а третий и четвёртый это уже как раз таки и настройки. А именно настройки для тех, у кого слабые компы. Поэтому у кого слабый комп и очень маленький фпс, можете попробовать скачать эту карту, поднастроить. Вдруг вам повезёт и вы сможете на ней немножко поиграть. Давайте-ка немножко пробежимся по настройкам. Допустим вот этот вот первый столбик, который отвечает как раз таки за ваше время суток. Допустим вы можете установить полное утро. А можете сделать так, чтобы был полдень. Можно установить время заката, ну или просто сделать кромешную ночь. Очень удобно, когда все эти настройки находятся как раз таки у вас под рукой. И вам не надо постоянно заходить в это меню настроек, менять что-то там, заходить, ждать пока всё загрузится. Вы просто нажимаете в этом окошке и у вас все настройки опа и активировались. Самое интересное то, что на этой карте присутствует очень хорошее освещение в ночь. А то есть все дороги будут очень хорошо подсвечены фонарями. Допустим в бимке я ещё не видел ни одной карты, чтобы можно было спокойно передвигаться ночью. Ну и при всём при этом получать ещё и удовольствие. Ну а теперь давайте-ка перейдём к самому интересному, а то есть ко второму столбику. Как раз таки с помощью второго столбика мы можем изменять нашу погоду. Ну и вот та самая кнопка, которая добавляет на этой карте дождь. Ну и теперь после добавления дождя в игру вы можете включить какую-нибудь грустную музычку. Ну и с кайфом разложиться на МКАДе. Самое интересное то, что после добавления дождя присутствует эффект той самой мокрой дороги. А то есть когда мы начинаем разгоняться, присутствуют брызги воды от колёс. Этого эффекта в паре с дождём, согласитесь, прям очень сильно не хватало. Потому что вместе они смотрятся намного лучше. Далее два столбика идут с небольшими настройками. Если у кого-то прям очень мало фпс, то можете немножечко поиграться с этими настройками. И возможно у вас немножечко станет лучше. Скажу лишь только то, что первый столбик отвечает за текстурки, а второй столбик отвечает за освещение на этой карте. Сама карта имеет довольно-таки прямые дороги. И она очень хорошо подойдёт для тех, кто любит погоняться в потоке. Поэтому любители шашек можете определённо скачивать эту карту. Ну а следующая подойдёт для тех, кто любит дрифтить. Прогружаем нашу вторую карту. Спустя небольшое время мы появились на нашей второй карте. Как вы можете заметить, сразу же у нас нету этого окошка. Того самого окошка, которое было у нас на первой карте. А то есть у нас не получится здесь по-быстрому настроить наше время. И также быстро добавить какие-то погодные условия. Можно сразу заметить то, что здесь идёт прям очень огромный ливень. И вроде бы брызги воды от колёс здесь намного прям очень сильнее. Но мне могло всего лишь показаться. Я показал вам вот такой вот быстрый способ. А то есть вам просто нужно будет всего лишь скачать карту, на которой уже будет тот самый дождь. Как по мне, я думаю, то, что было бы намного интереснее, если бы здесь была какая-то регулировка мощности этого дождя. Ну и как мне кажется, дорога не слишком скользкая. Поэтому, как по мне, лучше всего пользоваться более замудрёнными способами, о которых я рассказывал раньше в своих видео. Ссылки на эти видосы вы сможете найти в описании. Просто там у вас появятся более настраиваемые параметры. Выбор остаётся лишь только за вами. Действовать по более лёгкому пути или идти по более сложному. Ну а в следующем своём видеоролике я покажу вам мод, который добавляет рабочие дворники в игру Bimajidrive. Я думаю, то, что данный мод очень хорошо впишется в вашу карту с дождём. Опять же, ссылку на этот видеоролик я оставлю в описании. Поэтому переходи, кликай и смотри. Ну а с вами был Flowmy. Всем приятных быкатушек в нашей любимой игре под названием Bimajidrive. Субтитры сделал DimaTorzok